Всем привет! Мы находимся у меня на кухне. Два дня я закупала продукты, вам показывала. А сегодня мы давайте посмотрим, что у меня есть в холодильнике из продуктов или в шкафчиках. И оценим, насколько мне одной хватит. Хорошо? Ну, давайте начнём с холодильника. Что у меня там есть? Отсюда начнём. Здесь, не смотрите, тут лекарства и всякое такое. Бульон домашний куриный, начатое уже. И две целые упаковочки. Дрожжи тоже две целые и одноначка. Яйца, которые я вчера купила, да, 10 штук. Нет, здесь 8 и 9. И тут вот ещё один сыр. Я его уже начала кушать, нормальные, вкусные. Здесь уже скоро закончится икра из кабачков. Я её очень люблю. Вот. Корнишоны. Маленькие такие огурчики для салатов. Она целая ещё. На всякий случай. Соус чили. Тоже уже. Больше половины использована. Стебель бамбука. Нормальная приправа. Это оливковое масло. Тоже вот столечко. Ещё. Я берегу. Жидкий дым. Он мне нужен, когда я варю сало. Знаете, что такое? Ну, получается типа копчёного сала. Тут мы посмотрели. Верхняя полочка. Посмотрим. Сыр. Но это не вчера, не позавчера. Это я несколько дней назад купила. Майонез. Уже полбанки съедено. Сельдь, которую я купила на днях, вы её видели. Она ещё целая. Я её не трогала. Это моя консервация. И там тоже. Это две баночки. Как её называют? Кто хреновленной, кто коброй, кто как. В общем, перемолотая, как называется, вылетела с головы. Помидоры перемолотые с чесноком. В разных регионах называют по-разному. А здесь, здесь у меня курт. Это казахское национальное блюдо. Из молока делают сушёного молока. С солью. Оно очень долго хранится. Поскольку я сама из Казахстана, в общем, я люблю. Ну и те, кто тоже был в Казахстане, они знают, что такое курт. Казахи-кочевники, и им нужно как-то сохранять молоко. Вот они придумали вот так сохранять. Они его могут разводить. Вот. И восстанавливать молоко. А мы, в принципе, так его грызём. Творог, который я вчера купила, уже начала кушать. И творог ещё ранее купила. Деревенский, 1%. Творог мы кушаем. Люди. Вот вместе со сметанкой. Кстати, сметану я открыла, попробовала вместе с творогом. Но, знаете, больше не буду брать. Очень жидкая. А кто бе? Ну, на экспорт делают лучше. Потому что, извините, действительно, больше брать не буду. Наверное, поэтому оно и такое дешёвое, правильно? Так, это огурчик вчерашний. Помидоры я раньше купила. Вот. Тут уже много что съели. Так. А, вот, ну что я отодвигаю. Тут у меня остатки молока. Уже закисло. Вот. Потом я добавлю. Там ещё, может быть, какие-то остатки будут. И сделаю там пару оладушек. Поэтому пусть стоит просто активия. Это консервация. Салат из огурцов с луком. Вкуснятина. Сейчас весна. Уже основное всё съели. Вот остатки. Там яйца, видите. Хлеб белый. Видите, ушёл раньше. Чёрный ещё не открывался. Пачка. Ну, здесь просто, на всякий случай, каша по-домашнему. Белая фасоль. И фасоль в томатном соусе. Всё целое. На всякий случай. Пригодится. А это просто вода. Я люблю холодную воду. Прямо из холодильника. Она, кстати, процежена через фильтр. У нас нельзя просто так пить из-под крана. Нужно обязательно через фильтр прогонять. Так. Ну, здесь у меня каша гречневая. Именно каша, не гарнир. Потому что она на молоке. И масло. И такой сладковатый вкус имеет. От молока и масла. Здесь у меня солонина. Огурцы. Тоже, которые я засаливала ещё там в сентябре, в конце августа. Вот. И говорю, у меня вот осталось вот только вот эти две баночки кобры, этот салатик и вот эти две банки огурцов. Остальное всё использовали. Был холодильник полностью забит. Гранатовый сок. Обожаю. Очень люблю гранатовый сок. Он полезный. Здесь тоже вода. Здесь у нас что? Вилок капусты, который я купила вчера. Это капуста уже начатая. Уже, видите, если видно, вам отрезанная. Уже начатая. Уже я её использовала. Картофель. Редька. Тоже полезная штучка. Морковка. И свекла. Всё у меня тут хранится. Это начатая капуста. Я её приспособлю тушить капусту или на борщ. А эта целенькая. Эти листочки можно сделать голубцы. Всё, это всё долго хранится, в принципе, может мне пока надолго хватить. Пока не буду ничего покупать. Вот, вроде бы всё. Так, переставила фотоаппарат вниз, чтобы было видно морозильник. Сейчас посмотрим, что там. Смотри, ящичка. Верхний ящик. Что у нас тут? Посмотрим. Здесь у меня просто отходы. Мясные. У моей дочери есть собака. Так что я собираю, не выбрасываю в помойку. Собираю, потом отдам. Это сало, которое я сама делала, варила, солила. Это магазинное. Вот, видно. Начатое уже. А это шпик веткирский ещё в упаковке, ещё целый. Это вчера, которое я купила, маргарин и масло. Всё. Что у меня здесь? Курочка. Это фарш. Похоже, что домашний фарш. Это фарш говяжий, чисто говяжий. Видать, что он весь серый. Так, это крабовые палочки. Это бульмени. Как пельмени, только бульон внутри. На всякий случай лежит. Вдруг надо что-то будет быстро подготовить. Докторские. Тоже хорошее. Вообще, я считаю, докторские молочные самые лучшие. А ещё с сыром я люблю. Так, вот тоже порционные. Фарш. У меня получается много фарша. Но это, видимо, потому что я люблю фаршировать перцы. И люблю делать голубцы. Вот, поэтому у меня больше фарша. Но, в любом случае, вот я смотрю, что надо всё-таки обычное мясо докупить. Немножшее. Дальше, что у меня тут. Вот тут у меня как раз вот эти перцы. Заворозка торционная. Тут и тут. Осталось всего 2 порции. Хотя было битком набито. И у меня ещё есть второй холодильник. Ещё маленький. Там тоже был битком набит. А сейчас уже пустой, отключённый. А здесь просто нарезанный перец. Ну, для всяких гарниров. Добавлять требуем. Как приправа. Красный и зелёный. И вкус, и вид создаёт. Вот всё. У меня ещё ничего нету. Была заморозка. У меня ещё перчик, петрушка. Видите, всё уже кончилось. Вот. Посмотрели 3 лоточка. Закрываем. И, кстати, возможно, кто-то скажет, почему не перенавешиваю дверку. Чтоб вот так сюда не открывалось, да. Я раньше так и хотела. Но тут маленькое расстояние. И если дверка будет открываться в эту сторону, она будет стучать по подоконник. Поэтому я не хочу, чтобы у меня на дверке потом или полосы были, или вообще пробито. Потому что сами знаете, что вот этот пластик очень тонкий. Поэтому осталась родная навеска. Я к этому уже привыкла. Пускай будет так. Ну и как на всех холодильниках, во всех домах, у меня такие вот магнитики. Это там, где я побывала, где я смогла купить их. Это Лондон, Букингенский дворец. Это Астана, Байтирек. Это Махмуд Плар в Турции. Это Солилеск, Оренбургская область. Тобольск, Тобольский замок. Так, это Гранд Сантана в Греции. Так, это тоже Лондон, Колесо обозрения, Таурский мост. Это Новосибирск. Вот. С этой стороны у меня девочка-казашка Кизюнка из Алматы. И вот такая бабушка из Аллейска. У них там есть комбинат, который муку вырабатывает. Это как бы символ. Бабушка с пирогом или с хлебом. Это Аллейка. Много не навешиваю, но вот так вот. Перейдем сюда. Что у меня тут? Так, отсюда начну. Ну, это чай, который я вчера купила для гостей, поэтому целый ещё. Так что, тут должен быть сахар, но пустая. Не насыпала ещё. Так, тут у меня... Так, это квас. Квас. Летом будем ставить. Так, это конфетки, которые я вчера купила, карамельки, которые рассчитаны... Вот этот пакетик мне на полтора месяца. Я посчитала здесь 41 конфетка. Вот как раз по одной конфетке в день я должна кушать. Никого не угощать. Тут у меня какие-то приправы, которыми я очень редко пользуюсь. Кто-то когда-то купил, может, дочери покупали, редко пользуюсь. Орегано, розмарин. В общем, когда-нибудь пусть лежит. Пусть дойдёт очередь. Назад всё поставим. Тут у меня чай пакетированный. Сахар я уже начала кусковой. С чаем в прикуску. Вкуснятина. Тут у меня кофе. Целый. Такой красивый. Запах. На развес продавался. Тут тоже. Надо молоть. Варить. Тут чай листовой. Можно хоть пакетики, хоть заваривать. Местовой чай. Этот чай я привезла из Лондона. Вы видели, что у меня есть эти магнитики. Английский, классический. Из Лондона. Натуральный. Не в нашем магазине. Пусть уже начинали. Пусть добавляем. Такая красивая упаковка. Такая заглушка. Баночка красивая. Тут у меня было кофе. А всё пустое. Пустая банка. Так, не знаю. Но пока выбросывать не буду. Пусть, знаете, пригодится, может быть. Но я бросить всегда успею. А вот это раритет. Чай индийский. Чёрный байховый. Тоже чай индийский. Казахская ССР. Малатинская чай. Развесочная фабрика. Цена 38 копеек. А эта цена 30 копеек. Второй сорт. По ГОСТу. Масса 50 грамм. Тут на казахском языке написано. Если среди вас есть казахи, то вы узнаете, прочитаете. Это чай ещё с советских времён. Мне жалко его открывать. Я даже не знаю. Сохранил у меня свои свойства. Просто так. Ну, память о Советском Союзе. И о моей Родине, Назарстане. Так. Поставим всё назад. Всё поставим. Быстренько. Что у меня тут? А ну тут просто гречка. Кстати, видно, что вот здесь тёмная. А вот тут я высыпала, который вчера пакет купила. Более светлая. Ну, ещё место есть. Горох. Тоже, видать, более светлая. Это тёмная. Вчера же добавила. Это кукуруза, 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 каши кукурузные делаю. Кончается. Надо купить. Макароны, макароны, изделия и рис. Тоже добавила. Тоже тут. Вот тут видно тёмненькое. А вот это светлое. А, вижу. Это длиннозернистый. А это круглый. Да мне всё равно. Я в основном пользуюсь вот именно этими крупами. Я редко покупаю другие крупы. Там перловку, например. Но если я куплю перловку, то она у меня будет стоять и год, и два. Я очень редко её ем. Каши перловые не ем. Очень изредка там могу сделать рассольник. Всё, лучше я никуда. Вот у меня идут рис, гречка, горох, макароны любые и каша кукурузная. А, ну манку тоже могу. Просто я сейчас у меня нету. Так, что у меня здесь? Здесь у меня мука, которую я вчера купила. Две пачки крахмала. Одна целая, одна начатая. Я крахмал использую, когда варю кисель. Я не покупаю в магазинах готовый, а делаю сама. Так, ну сода. Там все приправы у меня для консервации. Бушистый перчик тут, чёрный горошком. Ну и так далее. Тут соль, тоже горошек. Там крышки. Всё такое. Здесь. Так, эта баночка из Германии. Тут написано мука. А у неё что? А у неё сода. Всё. Тут ничего больше интересного не введу. Ну, это просто микроволновка. Сюда перейдём. Что у меня тут? Это соль. Обычная соль. Подсолнечное масло. Мука начатая уже. Я уже пользуюсь её. Так, как в берестяной посудинке. Это панировочный сухарей. Назад ставим. Здесь у меня приправы все, которые в ходу. Которыми я всё пользуюсь. Лавровый листик, всякие приправы. Всё-всё-всё. Чем я пользуюсь, когда обычно варю. Тут вот запасные. Ну, мы люди запасливые. У нас всё есть. Вот. И там уксус. Уксус, уксидная эссенция, кислота. Это тоже для засолки. Когда подальше спрятано, чтобы никто лишний не брал. Всё, я так вот стою. И вот так вот у меня всё. Вот здесь у меня дверки правильно открываются. Ну, здесь просто посуда. Так, что у меня ещё есть? Вот у меня тут яблочки, которые я купила. Бананчик. Это раньше. Бананы мы тоже часто едим. Вот. В принципе, наверное, всё. А, вот ещё. Уже начала кушать печеньки. Запасная соль. Эту, которую я тоже вчера купила. Вот. Там ниже у меня есть ещё сахара килограмма два. Можно будет доставать. Там всякая посуда. А, ещё, вот же, у меня ещё лук есть. Вот. Столько лука. И, который я вчера купила, и который у меня был, уже прорастает. Весна же, да. Уже начинает прорастать. Я даже потом могу некоторые посадить, чтобы проращивалось. Вот. Вот вроде и всё. А, ну, у меня ещё есть два фильтра для воды. Вот. Я вам говорила, что у нас надо цыгить воду. Именно через фильтр. У нас нельзя. У нас плохая вода. Я живу на 10 этаже. И мне воду надо, чтобы налить. Фильтр даже. Я её прогоняю на минут 10-15. Вот. Сейчас она очень тёплая. И у неё запах. Вы этот запах почувствовать не можете. А я чувствую. Запах есть. Вот. Хотя дом новый. Ему 10 лет. Там, ну, сколько? Ну, 10-12 лет. И, тем не менее, тут трубы плохие, забитые. И это самое. Да и вообще вода, наверное, в городе такая. Много железа. Вода такая ржавая. Много железа. Сейчас мне не надо, пока вода я закрою. Вот. Я всё вам показала. Ну, вроде всё. У меня больше нигде нету. Ни на балконе, ни в кладовке, ни в других комнатах. Тот холодильник у меня отключён. А, у меня есть ещё. Сейчас, подождите. Вот. Видите? Алкоголь. Коньяк. Ковараж. В упаковке. Неначатая бутылка. Стоит уже несколько лет. Года два или три. Ещё выдерживается. Дело в том, что у меня семья не пьющая. У нас алкоголь никак не идёт. Так что это мы не покупали. Это кто-то когда-то подарил. И она так и стоит. Вот тоже подаренная бутылка. Виски. Представляете? Виски. И никто даже не пробовал. Водка Парламент. Настоящая русская водка. Очищена молоком. Ей тоже очень много лет. Ну, это уже виски тоже открывали. Пили. Но, видите, вот столичка мы не можем допить. Водка тоже открытая. Но мы её практически не пили. Какая-то серебряная. Водка особая прохлада. Премиум качество. Мы её использовали там, ну, банки поставить зимой, да, вот чтобы лучинку зажечь, ваточку, чтобы она хорошо горела. Вот смачивали этой водкой. Или протирали от температуры. Или, ну, для других медицинских целей. Вот как таковую мы её не пили. Вот. Мы вообще не употребляем крепкие напитки. Я могу выпить в удовольствие там, ну, одну кружечку пива. А вторую я, вторую кружку пива я пить уже не буду, потому что мне это уже будет просто невкусно. Вот. Всегда надо пить, по-моему, просто для удовольствия. А когда уже противно, ну, смысл. Вот. Ну, всё. На этом я заканчиваю. Пишите ваши рассуждения, мнения о том, как вот питается обычный пенсионер, неработающий. Могу ли я на них прожить и как долго. Вот. Вот. Что мне нужно ещё докупить? Ну, с учётом того, что, наверное, я ещё не люблю много кушать, да? Да. Кстати, об этом. Или, может, мне сделать другое видео насчёт моей диеты. В принципе, это не диета. Нет, это не диета. Я особо диетой не придерживаюсь. Вот. Килограмм на пять нужно скинуть. Правда, это очень-очень трудно. Вот. Но это ладно, не сейчас. Да? Не сейчас. Потом. Ну, всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok